Hello, my friends! Всем привет! Вы на канале Кубик Рубик, и сегодня поговорим про игру Аркетч. Точнее, про новые изменения, которые ждут, опять же, нас, ну, в данный момент на Корее. В ближайшее время, точнее, уже начиная с 3-го числа, 3-го августа, на Корее уже начнётся тест. То есть, не успела закончиться, как одно обновление, одна весьма увесистая часть патча Аркетч, как корейцы уже делают, уже стараются принести что-то новое и улучшить данную игру, в которую мы играем. И это, конечно, классно. И данная новость, данное видео будет относиться к новым, точнее, исправленным всем, всем умениям, которые, практически всем, где-то процентов 90, всем умениям, которые есть в игре. Все кардинальные умения, боевые умения, повторяюсь, ваши, вашего персонажа, будут какие-то изменены конкретно, какие-то будут корректно исправлены. Ну, корректно исправлены, это, к примеру, не 2 секунды оглушения, а 1. Тоже, в принципе, не такая уж прям и маленькая ремарка, допустим, 2 секунды стана, это намного больше, чем 1, потому что ты дал, ну, это, это по-разному можно рассчитывать, всё равно есть разница. И, допустим, умение не будет давать стана, а будет давать, допустим, замедление. Вот это уже кардинальное изменение. Ну что же, не будем затягивать, и корейцы уже сразу увидите, первое у нас нападение, объясняю. В данный момент нам предлагают увидеть те изменения, которые в первую очередь, на которые в первую очередь обратили внимание разработчики. С, буквой С, обозначены те умения, которые будут в ближайший месяц, а это начало и конец августа, то есть это период тестирования, то есть и разработчики, и игроки будут тестировать данные умения по-своему. Скажем так, никто об этом не знает, как и какие вообще изменения они хотят сделать, нам только предлагают увидеть те умения, посмотреть точнее, какие будут или заменены, или исправлены. Ну или, опять же, небольшая коррекция их ждет. В нападении весьма много, то есть С, это те умения, которые будут исправлены, скажем так. Ну, к примеру, там, опять же, на примере стана не 2 секунды стана, а 1, то есть некоторая помарочка, может быть, их же ожидает. Это как пример, просто, что пришло сразу в голову. Как видим, в нападении все перечислять не буду. Справа у меня открыто, как пример, скажем так, как, допустим, на Корее, открыто слева, я на всякий случай вывел себе 3 сайтика, чтобы можно было какие-либо аналоги производить. Допустим, это официальный сайт, ссылки будут и в описании. Первый сайт, это на... Это, как там у нас, калькулятор на официальном сайте. Второй сайт, неофициальный сайт, но здесь, допустим, если возьмем нападение, то видим комбинации, которые можно проделывать с данной веткой и умениями в данной ветке. Третье. Третье, это тоже сайт, тоже калькулятор. И, допустим, у нас есть нападение. Тут тоже, в принципе, подобное, как и на корейском сайте, есть гнев, есть стандартные наши умения на данный момент, как они разбросаны. Опять же, сейчас все на примере нападения. Остальные ветки тоже рассмотрим. На нападении просто объясню основы. В принципе, видите, да, вот эти три сайта, они будут в описании, и также сможете их оставить себе, если они вас заинтересовали. Поехали. Ну что же. Первое нападение. С. Довольно много умений будет, как мы видим, изменено. Ну, давайте, редактировано. Вот. Довольно много умений будет редактировано. Также, что нас ждет. Некоторые пассивки, некоторые, это, если мне память не изменяет, когда я пролистывал, это две. Ну, если что, можете меня поправить, когда будете видеть весь перечень ниже, дальше, другие ветки. Две пассивки можно будет... Не можно будет, а будут перенесены именно в гнев. То есть, как видите, старые, вот старые, справа у нас, это нападение, ветка нападения, и две пассивки из... Сколько у нас тут? Восемь. Из восьми. Вот тут отправлены в гнев. То есть, что нас ожидает? Сразу с вангуем, нас ожидает прокачка всех гневов во всех ветках. Вот просто, не знаю, я думаю, так оно и будет. Запоминает вот эти вот слова, что нас ждет прокачка всех гневов, которые есть в игре. Опять же, ради пассивок. Будут добавлены две пассивки, из каждой ветки свой гнев. То есть, для того, чтобы взять вот эти пассивки, я не знаю, как они называются, но я думаю, миленькие уже в первую секунду узнали, что это такое. Пока, в принципе, я и магом играю, тоже свои пассивки наизусть не знаю. Я, в принципе, их и не должен знать. Я просто их беру, и они у меня есть, все. Так, не будем зацикливаться. И для того, чтобы вы смогли эти пассивки использовать, чтобы они вообще были активны на вашем персонаже, вы должны будете прокачать гнев, если он у вас не вкачан. И, естественно, возьмете и прокачать уже гнев в плане и открыть его. То есть, у нас имеется вроде бы три уровня, но это уже совсем другое, и, я думаю, суть будет прокачки одинакова. Система прокачки. Просто суть будет прокачать гнев. Нужен вам в данный момент, он не нужен, но в итоге, вот если так же и все и останется, то вам гнев понадобится. Скорее всего, люди уже будут переключать, не только переключаться между, допустим, ну, классами, то есть, разные ветки у них, но и будут переключаться между классами, то есть, выбирать ту или иную ветку, и учитывая гнев. Вот это, в принципе, уже интересно. Так, ну, давайте поехали дальше. Тут мы видим везде SS, но у нас есть еще кое-какая буковка. Увидим ее дальше. Так, SSS, мы все, в принципе, видим. Дальше у нас идет волшебство, кстати. Это мое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Волшебство. Волшебство, кстати, уже меньше, чем в нападении затронули. Но, в принципе, я рад, что не тронули мой любимый Метеор. Я думаю, всем любимый. Любимый магами. Но не другими остальными игроками. Точнее, уже игроками, допустим, Миликами, или людям, людьми, которые слабо одеты, допустим, слабым ГСом, то есть ваш персонаж довольно слабый, и один Метеор решает, пойдете ли вы к Ной или нет. Те, я думаю, не очень обрадуются. Ну, ладно. Что изменено у нас еще? В принципе, добавлены, вот, как я вижу, две пассивки, все стандартно. Ну, вот, опять же, тут можно наблюдать, давайте выберем теперь волшебство, то есть на всякий случай буду включать и ту ветку, которая есть у нас сейчас на нашем официальном сайте игры Арктич, на котором до сих пор нет гнева. Да, до сих пор тут гнев не добавили, но это очень сложно, очень сложно, поэтому я ничего не буду говорить об этом, сарказм в словочках. Далее, мы видим, что, к сожалению, кубик не изменен. Опять же, это первые изменения, которые корейцы хотят сделать. Возможно, во вторых, скажем так, переговорах, которые у них будут где-то, может, в середине августа, они решат исправить кубик, но не знаю, я бы исправил. Но пока нет, пока нет, пока никаких изменений кубик не ждет. Что мы видим? И ждет нас небольшое изменение пассивок практически всех, да всех практически, да, без одной пассивки будут изменены. Вот это интересно, кстати, что они придумали с пассивками для магов. Весьма-весьма интересно. Ну, не буду зацикливаться на одном что-то. Ваши, кстати, обсуждения насчет данных изменений, и ваше мнение я жду в комментариях. Я думаю, мыслей и своих пожеланий, думаю, найдется у каждого довольно много. Ну, следующее... Да, 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 кстати... Нет, здесь нету. Оп, тихо, спойлер опять. Да что такое? О, наконец-то. Следующее у нас преследование. Неплохо, да? Кстати, я не сказал, не сказал. Ладно, давайте на примере преследования еще расскажу. Во-первых, мы видим буковку N. Это новое умение, которое будет, в принципе, в ветке. Оно новое, то есть N значит новое. Оно не измененное, не редактированное, оно просто новое. Имеет новую, скажем так, характеристику. Да, новую характеристику. Ну, видим... Да, вот еще один момент. Некоторые умения будут перетусованы как между собой. Можно уже заметить то, что перетасованы умения в самой ветке. То есть, которые они вообще есть. Умения в ветке не перетусованы. Что касается предыдущих веток, вы можете пролистать назад и обратить на это внимание. Также, я не закончил. Мы видим новые умения. Ну, как, относительно новые умения для данной ветки. Данное умение есть в мистицизме. Если мне не изменяет память... Должна не изменять, потому что... С этой веткой я бегаю на данный момент. Играю. Это... Поглощение энергии. Короче, умение, которое позволяет оттолкнуть человека. Данного умения в преследовании нету. В принципе, как и на корейской версии, как и вообще сейчас где-либо. Его нету. Его перенесли в мистицизм. Как вы видите, добавлено новое умение. То есть, значит, одно умение из преследования было убрано вообще. Слово вообще. И какое было убрано, можете, в принципе, и сами наблюдать. Я, в принципе, ищу. Так. Из нижнего списка все есть. Из верхнего стойка новая. Ну, вот это когда он взмывает вверх. Убрана из преследования, допустим, сетка. Как я вижу. Ой, клетка. Клетка. И не вижу вот этого бафа. Не помню, что он дает. Давайте посмотрим. Действует 30 минут. Урон в дальнем бою повышается на энный процент. Ага, баф. Ну, я как сказал, баф убран. Его нету. Возможно, новое умение тоже является бафом. Поэтому не нужно об этом прям сразу кричать. Увидим, что, в принципе, получится у корейцев уже в конце августа. В принципе, я думаю, когда у нас установят только 3.7. Очень будет интересно. Люди будут изучать 3.7, но заодно и новые умения, которые предстоят грядущим обновлениям. Так. Так, стоп. Мы еще тут не закончили. Что касается пассивок, они тоже будут, скажем так, перемешаны. Но это, в принципе, и видно, учитывая, что 2 штуки из пассивок будут перенесены в этот в гнев. Так что, тут тоже можно видеть. Насчет умений гнева, которые наносят урон, никаких изменений мы не видим. В принципе, то же самое и в волшебстве нет. Ну, поехали далее. Вы можете ставить паузу, посмотреть по памяти или куда-то спросить, посмотреть, также зайти на эти сайтики, какие умения, откуда были взяты. Вот, к примеру, опять, ты же куда-то залез далее. Так, прокрутилась ссылка. Что у нас здесь? Это исцеление, ветка исцеления. Кстати, здесь вообще практически ничего не изменилось. А, нет, вижу. Ну, давайте начнем. Первый ряд вообще не изменен. Вообще никак. То есть, хилы, радуйтесь. Вас затронет это не очень сильно. Ну как, не очень сильно. Одна из трех веток будет не задета. Скажем так. Что касается далее, будет перестановочка у ваших умений, в принципе, как и у всех. И будет убрано умение. Вот это умение, давайте его найдем. Исцеление, которое вроде бы воскрешает. Создает в радиусе 30 метров область. Нет, повышающую скорость атаки, я понял. Это свет, да, как обычно говорят, в радиусе, свет кидайте. Вот, спасительный свет. Его собираются убрать отсюда из исцеления. В принципе, логично. Я думаю, вы понимаете, куда данный баф пойдет. То есть, есть только одна ветка, с которой может контактировать это исцеление. Сразу скажу, это воодушевление, это логично. И данное умение пойдет в воодушевление. И, как мы видим, из воодушевления уже взят холодец. Не помню, как он точно называется. Который восстанавливает вам ХП. Ну давайте. Воодушевление. Вот как раз, вот он наш целебный источник, который будет восстанавливать ваше ХП. Его не меняет, оно остается. Пока, пока оно остается в планах у корейцев. Которые, умения, которые будут изменены, вы видите у себя. А также нас ожидает новая пассивка. Просто новая пассивка. Значит, одна будет убрана. А какая будет убрана? Так, ищем. А, нет, не убрана. Просто она и заменена, но на новую. Скажем так, с новыми характеристиками. Окей, следующее. У нас преследование. Давайте его сразу откроем. Преследование. А, нет, скрытность. Что, я несу-то? Скрытность. Эти все закроем. Пока. А, скрытность. Ну, в скрытности практически все умения, боевые, которые будут изменены, не считая последнего бросок пинжала. Вот. Два новых. Даже четыре. Обалдеть. Фига себе. Четыре новые пассивки. Обалдеть. Две в гневе и две, в принципе, в стандартной ветке. Обалдеть. Две, четыре новые пассивки. Ух ты. Ну, в отличие от всех остальных, это весьма много, весьма много. И даже все умения будут, как видите, изменены. Здесь же нас ждет перетусовка. Та же самая. И я сейчас ищу, как... Да, вот, нашел. Нас ждет замена. Как видите, данное умение есть в... Давайте откроем. Гипноз. Нет. Не угадал. Не угадал. Значит, сопротивление. Да. Это кража чар. То есть, ну, умение, которое погружает цель в сон на 7 секунд. Вот, это умение, умение, его характеристики данного умения, вот, которые в данный момент есть. Оно погружает персонажа на 7 секунд в сон. Но данное умение будет еще, помимо того, что оно будет теперь в скрытности, оно еще будет изменено. Очень интересно. То есть, можно будет с инвиза подойти и усыпить персонажа. Помимо того, что он напас на него, можно будет усыпить. Ох. Ну, тут я в голове уже представляю некоторые, скажем так, комбинации. Опять же, вы можете посмотреть, какие комбинации сейчас есть. Но, честно говоря, на эти комбинации можно посмотреть. И учитывая то, что, как бы, некоторые из этих комбинаций могут исчезнуть. То есть, смотрите, какие умения будут изменены. И, в зависимости, как они будут изменены, с чем можно будет еще, чем заменить, скажем так. Потому что, вот, брысок, брысок кобры, допустим, да, мы видим, что... А, это другое меня. Окей. Скрытность, 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 скрытность. Так, это берем. Скрытность. Вот, к примеру, у нас имеется комбо с броском кобры. И если бросок кобры будет изменен или не давать, точнее не давать уже каких-либо дебафов, которые в данный момент связаны с данным умением, то некоторые комбо могут просто исчезнуть. То есть, тут, в принципе, можно посмотреть, чего можно опасаться. Что может вообще исчезнуть из игры. Конечно, скрытность, она заменится на что-либо. Но данная, допустим, связка может легко исчезнуть. В связи с изменением. Ну, видите, что умения практически все. Все изменения, все изменятся. Ух, довольно интересно, что получится у них из этого. Опять же... О, а здесь будет изменен гнев. Третий гнев, третье умение гнева. Который не помню, что дает, честно говоря, в скрытности. Опачки. Опачки. А вот и гипноз. Вспомнил сейчас фанатика с этим гипнозом. О, здесь в гипнозе первое умение будет изменено. Кстати, написано ли, что оно дает? Гипноз. Давайте мы выберем. Это наш третий сетик. Гипноз. О, не зря я, кстати, его открыл. Какое у нас умение? Повышает время восстановления умений противника на 30%. В течении 5 секунд. Повышает время восстановления умений. Чего? Что? Что я несу? Повышает время восстановления умений противника на 30% в течении... Какой-то косяк у них написан. Как я понимаю, понижает время применения? Подожди, не-не-не, не то. Здесь как-то не то. Не то написано. Данное умение вроде бы позволяет что-то с инвизом. Короче, лучше гляньте в игре, честно говоря. Может быть оно и нет. Нет, это какой-то бред тут написан. Но возможно ошибка вот этой именно одного уменица на этом сайте. Так, короче, оно будет изменено. Мало где меняются умения. Но в гипнозе будет изменено. Дальше. Опять первый ряд без изменений. Второй ряд исправлен. Опачки. Так. Гипноз и сопротивление. Гипноз и сопротивление обменяются одним умением. Ну, по крайней мере, гипноз стырит у сопротивления зеркальное отображение. Или он как-то там... Да, кстати, правильно сказал. Зеркальное отображение. Ну вот теперь будет у нас в гипнозе. Вот это, конечно, такой поворот весьма необычный. И весьма резкий. Так, изменится мобик. Надеюсь, с ним что-то нормально сделают. А то он, ну... Вообще, ну... Не нужен. Кроме арены. Вообще нигде. Никакими мыслями вообще. Так. Новая пассивочка нас ожидает. В гипнозе. Далее. Ну, никаких изменений я здесь не вижу. Кстати, главное будет... А, что будет убрано? Убрано, убрано, кстати... Два уже состались. Сон остался. А я вижу, убрано... Не, пробуждение. Да? Я прав? Я прав. Естественно, я прав. Убрано пробуждение. То есть в гипнозе его нема. После их обновлений. Так. Окай. Смотрим далее. Далее у нас идет оборона. Давайте эти пока закроем, чтобы они нам не мешали. Оборона. Так. На первый взгляд, что у нас тут меняется? Я смотрю на наличие новых умений. Из других. Точнее, умений из других веток. И, к сожалению, вижу то умение, которое я бы не хотел, чтобы оно было здесь. Точнее, убирали бы из миститизма. Ох. Жуткий баланс нас ждет. Доспехи и мести. Возвращает 70% урона. Так. Не меняется, так что останется. Возвращает, скорее всего, возвращает 70% урона в ближнем бою. Атакующему... Тот, кто вас атакует. Понятно. И данное умение будет теперь в обороне. В принципе, это довольно логично. Умение, скажем так, подходящее к обороне. Но весьма необычно. Да. Ладно. Это, конечно, косяк для меня быть... О, молот. Молот... Как он там? Молот Оло. Его из обороны убрали. Нахрен. Я думаю, его вообще из охрен убрали, скорее всего. Не знаю, пользуется им кто. Что касается пассивок, вообще никаких изменений. Ну, не считая того, что две пассивки будут перенесены в гнев. А так, насчет изменений каких-то ребаланса Нэнма нету. Насчет пассивок в обороне. Следующее. Сопротивление. Сопротивление. Так, у нас здесь какие-то изменения есть, да? С помощью... Ух ты ж! А, нет, это и есть вру. Вот, кстати, гипноз, гипноз. Поменяли. Пробуждение. Теперь будет в сопротивлении. Новое... Новое умение. Нас ждет неукротимость. Новая неукротимость. Интересно. Измененное первое умение этого гнева. Новая пассивочка. Нас ждет. Которая непреодолимое сопротивление. Которая при получ... То есть, что она дает при получении критического урона. Весь получаемый урон снижается на 100 единиц в течение 3 секунд. Вот такое себе. Честно говоря, я не против. Мне кажется, как это бред какой-то. Критического урона. Весь получаемый урон снижается на 100 единиц. Че? Может быть, тут старая информация, но как-то. 10 единиц к чему-то. Что дали у нас? Перетусовка. Перетусовка. Нас ждет тусов. Нет, кстати. Здесь, в общем, маленькая перетасовка умений. Да, во втором ряду 2 умения. Нет, 3. Одно просто заменено. Далее. И кражи чар. Да, кражи чар у нас теперь нету. Хи-хи. Вот это да. Кражи чар нету в сопротивлении. Ха-ха. А вот это? А вот это поворот. Я думаю, многие сейчас со мной согласятся. Я знаю, про что я говорю. А вот это поворот. Пишите, не забывайте свои комментарии писать в комментариях. Все нормально, все логично. В комментариях пишите свои отзывы по данным изменениям. Что вы думаете? Ну, я не знаю. Я уже в предвкушении жду их, опять же, их изменений. Что они придумали. Дальше поехали. Блин, интереснее и интереснее. Далее у нас... Опачки. О чем я и говорил. Это гипноз. Мой гипноз, которым я сейчас бегаю. И связка у нас с ним с преследованием. То есть, из преследования, как мы видим, костная клетка была взята и помещена в гипноз. Оп-па-па-па. Очень-очень интересно. Интересно. А какое умение было убрано? А убрано был как раз вот щит. Щит был убран и... Да. Щит и умение, которое отталкивает противника, получение энергии, было убрано из мистицизма. Взамен... Подожди. У нас убрано два. Какое умение А? И новое умение нас ожидает из скрытности. Это прыжок за спину. Скрытность. Да. Это зловещая тень. Ну, прыжок за спину, все уже привыкли так его называть. Зловещая тень. Ох ты, ёх ты, ёх ты. Зловещая в тень мистицизм. Обалдеть. И неизмененная. То есть, нельзя будет несколько раз прыгать за спину. Как раньше. Обалдеть. То есть, можно будет просто, используя ветку мистицизм, прыгнуть за спину, поставить там, допустим, копья. Что тут у нас? Я не знаю. Ну, это уже... Это новые комбинации, которые можно составлять. И не брать, допустим, скрытность. Ну, конечно, там инвиз есть. Это тоже дело такое важное. Новый... Как там? Телепо... Ой, телекинез. Новый телекинез. Соласин полностью. Старый, который есть, он хороший, но малокомфортабельный. То есть, летка, где его можно будет использовать. Если только на арене 1.1, переждать откат умений. Ну, что-то подобное. Если вдвоем против одного, вдвоем против двоих. Там, допустим, хилый какой-нибудь милик, не знаю, маг, чтобы мага поймать. Или хила, наоборот, поддержать в то время, когда твой напарник будет мага или милика лука бить. То есть, очень такие узконаправленные моменты, когда можно использовать данное умение. И взять его, чтобы оно просто у тебя было. Нет, довольно редко его вообще кто использует. Полностью согласен. Высказался, называется. Пассивки будут, опять же, изменины. Очень интересно. Очень интересно. Ладно, не буду останавливаться. Мне просто стало интересно, какие. Ну, блин. Ну, блин. Мне очень интересно. Насчет вот этой пассивки. Да, в принципе, всех. Вторая пассивка дает силу критического удара. Ну, то есть, увеличивает силу критического удара на 10% магу. То есть, заклинание. Данная пассивка... Ну, ладно, это я уже не буду. Сами все увидите. В принципе, в игре, у кого какие умения, говорю, ветки, вы можете зайти в игру, вот, открыть мой видосик и уже посравнивать у себя, что будет изменено. И к чему может это обратиться. Ну, следующее и последнее у нас это воодушевление. В принципе, мы видели связку с исцелением его. Исцеление и воодушевление. Нет. Ниже. Да, что ты будешь делать? Ниже. Вот. Связка у нас какая? То, что 55 умение у нас становится... Это спасательный свет, который взят из исцеления, вместо гимна Раскания. Изменен будет гимн, даже как кардинально изменен, потому что новое умение нас ожидает. И здесь же я сделал поправку, надо было сделать в самом начале. Но это услышат те, кто досмотрел до конца. Скажем так, это будет плюшка, которую вы получите. Во-первых, будут изменены умения в ветках. Это понятно, в принципе, я об этом уже не раз говорил. Но у нас же еще изменены, точнее, добавлены новые расхождения. То есть данный гипноз, ой, данный гипноз, говорю, данный гимнон можно заменить на два других умения. Два других, скажем так, гипноза, которые имеют свои уже определенные характеристики или с хуже по данному, то есть основному умению. И если меняется основное умение, то уже с большим шансом, с большей вероятностью, я говорю, что будет меняться. И вот эти вот умения, не помню, как называются. Я мог бы посмотреть, но я думаю, вы сразу поймете, о чем я. То есть умения, вот эти два умения, которые можно брать за место основного. Минимум одно из них, оно похоже на основное. И если меняется основное, то значит и то умение, которое похоже, вот как раз основное из двух, оно будет тоже изменено. То есть понятно, я думаю, объяснил. То есть ждет не только вот основного, но и умения, которые можно выбрать за место основного. Допустим, вот в звуке горни есть два умения, которые одно позволяет... Так, здесь нету, здесь я не посмотрю. Ладно, которые одно позволяет... Сон вроде бы. Да? Нет, ладно. Я думаю, здесь вы поняли, о чем я. Далее. А что у нас имеется? Новая первая пассивка. Вообще, новые умения. В принципе, я даже не вижу его аналога. Аналог, 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 аналог. Нету. По картинке вижу, смотрю, я из линей. Нет, я такого не помню. Что-то новое. А что, что убирается? Убирается у нас, получается, из-за воодушевления это... Первая строчка остается. Все умения на месте. Из-за второй строчки... Ну, баф хоть остается, но правда изменяется. Будет изменен. Интересно, как. А, колодец, колодец, колодец теперь у нас в исцелении. Это уже говорил ранее я. А, ну да, колодец, получается, источник жизни, вроде бы. Ладно, всех с ним. И... Да, источник... Целебный источник, ладно. И... Гимн раскаяния. Вот, вот эти два умения будут убраны. Окей. Значит, вместо колодца новое. Я понял. Новое умение вместо колодца. Что касается пассивок. Одно новое, одно заменено. А, три. Три новых умения. Ничего себе. То есть, три новых умения. Одно новое... А, нет. Аллегру будут... Будет изменено. Это время действия оглушения иниматы уменьшается на 10%. То есть, новое умение будет. Что-то новое давать. И будет новое... Ого. Радиус будет. Точнее, может... И не быть радиуса, в принципе. А, возможно, будет радиус, но с чем-то связан. Чем дольше поешь, тем больше радиус. Ну, что-то типа этого. Потому что радиус должен быть как-то в удушевлении большой песенок. Я думаю, это как-то должны оставить. А, возможно, данное умение будет давать что-то. Увидим. Вот на этом, в принципе, все. Видео довольно большое, возможно, получилось. Но, фу. Очень-очень интересно, что придумали корейцы. Пишите, опять же, повторяю, свои мнения в комментариях. Свои комментарии оставляйте в комментариях. Да. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Кому понравилась такая вот информация. Очень-очень интересная. По свежести свежая. Очень свеженькая такая информация. И ладно, не буду затягивать. На этом все. Всем спасибо. И кому понравилось все. Кому понравилось, еще раз ставим лайки. И всем пока. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok